Друзья, добрый день! Сегодня в нашем видеообзоре кроссовер Cherry Tiggo 8 Pro Max. На видео автомобиль в комплектации Ultimate с бензиновым мотором объемом 2 литра турбо, с полным приводом и с роботизированной коробкой передач. Цвет автомобиля серый металлик. На автомобиле установлен пластиковый обвес черного цвета по периметру кузова. Колесные арки декорированы черными пластиковыми накладками. Диски литые, 18-дюймовые, с шинами размерностью 235 на 55, задние тормоза дисковые. В заднем бампере расположен парктроник. Камера заднего вида расположена над задним номером. Рейлинги окрашены в серебристый цвет. Автомобиль оснащен панорамной крышей. Боковые зеркала и ручки дверей окрашены в цвет кузова. Брелок ключа с четырьмя кнопками. Автомобиль оснащен системой без ключевого доступа. Заглянем внутрь. Посмотрим на карту передней двери и водительское место. Автомобиль оснащен двухцветным салоном черно-бежевого цвета. Рулевое колесо многофункциональное с кожаной отделкой. Обивка сидений выполнена из перфорированной кожи. Водительское сиденье оснащено электрическими регулировками. С помощью электроприводов сиденье можно двигать вперед и назад, поднимать или опускать и регулировать наклон спинки. Сиденье оснащено электрорегулировкой поясничного подпора. На водительской двери расположен блок управления памятью водительского сиденья. В память можно сохранить три различные настройки. Включим зажигание автомобиля с помощью кнопки Start-Stop. Автомобиль оснащен цифровой панелью приборов. Левый подрулевой переключатель отвечает за управление осветительными приборами, предусмотрен автоматический режим. Включим габаритные огни, ближний свет и противотуманные фары. Указатели поворотов – левый и правый. При включении поворотников активируется система кругового обзора. Помигаем дальним светом. Аварийная сигнализация. Выйдем из автомобиля и осмотрим автомобиль детально с включенными световыми приборами. Боковые зеркала с повторителями указателей поворотов. Снизу в боковых зеркалах расположены камеры системы кругового обзора. Автомобиль оснащен светодиодными фарами. Передние противотуманные фары светодиодные. В решетке радиатора находится камера переднего вида. В переднем бампере расположен парктроник. Передний бампер декорирован серебристым молдингом. Двери снизу декорированы хромированными молдингами. Задние стекла с заводской тонировкой. Клиренс автомобиля составляет 190 мм. Автомобиль оснащен выхлопной системой со сдвоенными насадками выхлопных труб. Задние фонари светодиодные. Задние противотуманки расположены по бокам в заднем бампере. Возвращаемся в автомобиль. Кнопки управления центральным замком. Кнопка системы электроскладывания боковых зеркал. Блок электрических регулировок боковых зеркал. Задние фонари светодиодные. Блок управления передними и задними электростеклоподъемниками. Все стеклоподъемники с доводчиками. Кнопка включения системы помощи при движении по склону. Правый подрулевой переключатель отвечает за управление передними и задними дворниками. Предусмотрен автоматический режим. Кнопки слева на руле отвечают за выбор информации, выводимой на панель приборов. На панель приборов можно вывести информацию маршрутного компьютера, индикацию давления в шинах и настройки автомобиля. Отключение системы стабилизации. Также на панель приборов можно вывести данные мультимедийной системы, телефона или навигации. Автомобиль оснащен системой мониторинга слепых зон. Индикация системы находится в боковых зеркалах. Кнопки слева на руле отвечают за управление круиз-контролем. Круиз-контроль адаптивный с функцией поддержания заданной дистанции до впереди идущего автомобиля. Кнопка включения электрообогрева руля. Дефлекторы системы вентиляции расположены посередине в передней панели. В автомобиле установлена мультимедийная система с цветным сенсорным дисплеем размерностью 12,3 дюйма. В составе акустической системы 8 динамиков. Мультимедийная система поддерживает радио в диапазонах FM и AM. Мультимедийная система поддерживает Bluetooth-аудио и присоединение внешних устройств через разъемы USB. Мультимедийная система поддерживает hands-free. Это позволяет говорить и управлять телефоном без помощи рук. Мультимедийная система поддерживает Apple CarPlay и QD-Link. Это дает возможность подключить к автомобилю смартфон и вывести на дисплей сертифицированные приложения. Кнопки на руле дублируют управление аудиосистемой. Доступна регулировка громкости, выбор радиостанций или треков и управление мобильным телефоном. Автомобиль оснащен встроенной навигационной системой с картами. Для управления прочими функциями автомобиля предусмотрена сенсорная панель. Климат-контроль двухзонный. Регулировка интенсивности обдува. Регулировка температуры с водительской стороны. Регулировка температуры с пассажирской стороны. Кнопка СИНК синхронизирует передние зоны климат-контроля. Выбор направления обдува. Кнопка переключения рециркуляции воздуха. Кнопка АС отвечает за включение кондиционера. Кнопка включения электрообогрева заднего стекла и боковых зеркал. Кнопка включения электрообогрева лобового стекла. Кнопки подогрева передних сидений. Подогрев двухрежимный. Кнопки вентиляции передних сидений. Вентиляция двухрежимная. Кнопка включения предупреждения о покидании полосы. Кнопка включения ассистента удержания в полосе. 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 В потолочной консоли предусмотрен очечник. На потолке расположена кнопка системы Эра ГЛОНАСС. Пассажирский противосолнечный козырек с макияжным зеркалом с подсветкой. Посмотрим на второй ряд сидений. Он оснащен тремя подголовниками. Центральный подлокотник с боксом. В боксе расположены два USB-разъема. Крышка подлокотника не регулируется. Подстаканники расположены в центральном тоннеле. Бардачок с подсветкой отделан пластиком. Под центральным тоннелем находится розетка на 12 Вольт и беспроводная зарядка. Автомобиль оснащен системой кругового обзора. Изображение с камер выводится на центральный дисплей. Всего предусмотрено четыре камеры – спереди, сзади и по бокам. На дисплей можно вывести виртуальную проекцию автомобиля и пространство вокруг него. Кнопка включения парктроников. Кнопка отключения системы старт-стоп. Автомобиль оснащен системой переключения режимов движения. Водитель может переключаться между режимами ЭКО, Комфорт, Спорт, СНЕГ, ГРУНТ или 4х4. Выбранный режим движения отображается на дисплее мультимедийной системы и на приборной панели. Включен стандартный режим. Включен спортивный режим. Включен зимний режим. Включен грязевый режим. Включен бездорожье режим. Включен экономичный режим. Включен стандартный режим. Ручной тормоз электрический с функцией автохолд. Индикация ручника на панели приборов. Коробка передач роботизированная с двумя сцеплениями мокрого типа. Управление осуществляется с помощью джойстика. Режим «Паркинг» включается отдельной кнопкой. В коробке передач предусмотрен ручной режим выбора передачи с помощью подрулевых лепестков. Индикация выбранной передачи отображается на панели приборов. Теперь перейдем к осмотру второго ряда сидений. Посмотрим на карту задней двери и на второй ряд. Во втором ряду предусмотрено три места. Оценим, как выглядит передняя приборная панель. Сиденье второго ряда с центральным подлокотником. В нем расположены подстаканники. В спинках передних сидений предусмотрены карманы для вещей. Предусмотрено управление передним пассажирским креслом. Для пассажиров заднего ряда предусмотрены отдельные дефлекторы системы вентиляции. Задние сиденья оснащены двухрежимным подогревом. Снизу предусмотрен USB-разъем. Задние стеклоподъемники электрические. Стекло при открытии опускается не полностью. На потолке над дверью находится освещение и ручка с крючком. Теперь перейдем к осмотру третьего ряда сидений. Для доступа на третий ряд необходимо отодвинуть кресло второго ряда. В третьем ряду предусмотрено два индивидуальных кресла. Для пассажиров третьего ряда предусмотрены подстаканники. Теперь перейдем к осмотру багажника. Объем багажника составляет 193 литра. Слева в багажнике расположена розетка на 12 вольт. Боковины и пол багажника отделаны ворсом. Под полом в багажнике расположена полка и набор инструментов. Для сложения сидений третьего ряда необходимо нажать на рычаг. Сиденья третьего ряда складываются в соотношении 50 на 50. При сложенных сиденьях третьего ряда объем багажника составляет 1179 литров. Для сложения сидений второго ряда необходимо потянуть за рычаг. Сиденья второго ряда складываются в соотношении 60 на 40. Задние сиденья складываются без ступеньки. При сложенных сиденьях объем багажника составляет 2101 литр. Крышка багажника оснащена электроприводом. Запасное колесо расположено под автомобилем. Лючок бензобака открывается снаружи автомобиля. Объем топливного бака составляет 57 литров. Теперь заглянем под капот, который открывается с помощью этого рычага. Капот фиксируется с помощью двух пневмоупоров. Крышка капота отделана шумоизоляцией. Двигатель турбированный, бензиновый, четырехцилиндровый, объемом 2 литра, с отдачей 197 лошадиных сил. Мы с вами осмотрели кроссовер Cherry Tiggo 8 Pro Max в комплектации Ultimate. С бензиновым мотором объемом 2 литра турбо, с полным приводом и с роботизированной коробкой передач. Актуальную прайсовую цену на аналогичный автомобиль вы можете посмотреть в каталоге DROM. Ссылка в описании к видеоролику. Благодарим за помощь в съемках дилерский центр Major Auto. Автомобили в наличии вы можете посмотреть по ссылке в описании к видеоролику. Друзья, ну вот наше видео и подходит к концу. Не забывайте ставить лайки и писать в комментариях, понравилась ли вам машина. И какие еще автомобили вы хотели бы увидеть на обзоре. И самое главное, подписывайтесь на канал DROM. До скорых встреч! Продолжение следует...